И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Евгений, и сегодня мы продолжаем распаковывать посылки из Китая. Сегодня у нас две посылки от разных продавцов, но с похожими товарами. Это датакабели USB 2.0 для мобильного телефона. Тестировать мы будем, как обычно, на нашем знакомом Асусе, но о нем чуть поздно. А теперь давайте приступим к распаковке. Распаковываем первую посылку. В ней мы видим один пакетик с кабелем. Это кабель угловой и удобная липучка в комплекте, это хорошо. Его особенность в том, что он может втыкаться в телефон любой стороной, как слева, так справа. Сам провод достаточно жесткий, весьма неплохого, на мой взгляд, качества. Давайте проверим его в деле. Тестировать будем не только зарядку, но и передачу данных. Собственно говоря, кроме соединения, вряд ли что-то будет интересовать. Итак, подключаем его с одной стороны. Воткнулся до щелчка. Зарядка пошла. Так, вопрос о передаче данных был задан. Да, собственно говоря, телефон уже определился. Отключаем его. И просто переворачивая, втыкаем обратно. Щелчок. И снова вопрос о передаче данных. И снова он подключился. Работает. Продавец молодец. Опа. Отсоединяю. Что ж, работает хорошо, мне понравилось. Единственное, что напрягает, это то, что контакты в центре. Полоска с контактами очень-очень тоненькая. Я боюсь, что она может сломаться. Но, учитывая то, что она располагается достаточно глубоко. Может быть, и послужит. В любом случае, я думаю, что пользоваться им, по крайней мере, первое время буду очень аккуратно. А там будущее покажет. Итак, отсоединяем его от компьютера. И переходим к следующей посылке. Здесь должно быть интереснее. Скрываем пакет. Продвлекаем из него два пакетика с кабелями. Пакет пуст. Их особенность в том, что они, по крайней мере, должны быть магнитные. Они одинаковые, поэтому достану я пока что только один из них. Застрял. Зацепился. Пакет в сторону. Итак, смотрим. Провод короткий достаточно. Впрочем, его должно быть достаточно. В нем должна быть магнитная вставка. Держится крепко. Вытащить ее мне не подают. Не получается пока. И он не подключается к телефону в чехле. Мне не хватает двух миллиметров ширины. Что ж, снимаем чехол для чистоты эксперимента. Все равно протестируем. Попробуем подключить так. Подключен. Выключен. Вот. Вот она магнитная вставка. Осталась в разъеме. Здесь мы имеем ряд из пяти контактов. Ответная часть точно так же ряд из пяти контактов. По идее, он должен подключаться хоть той, хоть другой стороной. Проверим это. Да, отключается просто наклоном в сторону. Так же, как на, например, айфоне. Эти магнитные кабели. Пробуем подключить к компьютеру. Зарядка пошла. Загорелся зеленый индикатор. Хорошо. Но, собственно говоря, только зарядка. О передаче данных я ничего не вижу. Не подключился. Отсоединяю. Пробую подключить к другой стороне. О, вопрос о передаче данных. Странно. А если снова так? Только зарядка. Странно. Ну, хотя бы зарядка пошла. То есть, ему все-таки не все равно, какой стороной подключаться. Склонен считать это минусом. Просто принять к сведению. В общем, этот кабель очень даже хорош, если вы не хотите, чтобы он часто ломался. То есть, если его попытаться отломить, он повторно отсоединяется. И второй недостаток. В принципе, можно рассматривать даже как достоинство. То есть, если вы хотите поставить телефон только на зарядку и не возиться с его подключением, тем, что он определяется в операционной системе, требует красивого отмонтирования, как, например, на Unix системах, можно просто подключить его той стороной, где он только заряжается. Если вы хотите передать данные, подключаем его другой стороной и все работает. Еще одно достоинство. Вставку можно оставить в разъеме прямо, если, конечно, под нее есть место, например, в чехле. И таким образом, разъем USB в телефоне останется чистым, если для него нет штатной заглушки. Итак, с момента покупки провода прошло несколько дней, и я уже могу сказать кое-какие результаты его использования. В целом, это, конечно, очень хорошо, что теперь разъем USB на телефоне закрыт своеобразной заглушкой с контактами. Пользоваться не мешает, но есть небольшая опасность его выпадения, особенно, когда рядом лежит магнит. И вот почему. Сейчас покажу крупно. Если внимательно посмотреть, на этом разъеме нет подпружиненных гвоздиков, какие бывают на обычных USB разъемах. То есть, вот я для примера положил обычный провод рядом. Видно, что слева на разъеме есть небольшие пружинки, торчащие, подпружиненные уголки. А вот на этом разъеме их нет. Просто небольшие выпуклые области. Они низенькие. Они плохо цепляются за разъем изнутри. Поэтому бывают, выпадают уже даже просто держась за сам провод. Попробую я это продемонстрировать. Вставляю на место вставку. Такая разъем. Зарядка пошла. И выдергиваю. Вот он выдернулся. Вместе с этой пимпочкой. То есть, чтобы она осталась в телефоне, его нужно именно отламывать. Нет. И то вытащился. Вот так вот. Отламываю вниз. Вот. Только так. Это я склонен считать минусом. И еще один минус. Обе стороны разъема магнитятся. В том числе и та, которая водкнута в розетку. Она вообще собирает все лежащие рядом винтики. Я боюсь, что однажды она может замкнуть на себя сами контакты. Может сгореть сама. И может сжечь электронику зарядного устройства. Если только оно не уйдет в защиту. Это тестировать, если честно, у меня пока нет желания. Хотя... Ну, дешевый тестировать смысла нет. Там понятно, что нет никакой защиты. А другой мне просто по-человечески жалко. Так как новый можно уже и не найти. Вот. Так что, если честно, думайте внимательно. Нужна ли вам эта вещь? Стоит он не дешево? Удовольствия это сомнительные. Так как он может просто выпасть из разъема. Там зацепиться где-то за магнит. За другой. Кстати. Попробую его винтиком проверить. А, нет. Эта вставка в телефоне не магнитится. Тут я немножко наврал. Магнитится только сам разъем. Видно, что он цепляется. Вот. Видно, что он цепляется. Он может запросто насобирать железок. Например, на столе. И замкнуть контакты. Вот. Такая опасность есть. Если честно, по надежности, я думаю, все-таки в данном случае есть смысл купить два или три более дешевых провода. И не заморачиваться с этим магнитом. Ну, а теперь всем удачного шопинга. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok